Бернгард Гржимек родился в 1909 году в семье адвоката. В будущей профессии ветеринара и зоолога его потянуло очень рано. Уже в детстве он пытался лечить кошек и собак, паскос, разводил кур. В годы инфляции многодетная семья разорилась, и чтобы заработать себе на учебу и помочь матери, юноша устроился на птицеферму. Тогда же вышла его первая книга, которая была названа «Яичная книга», вскоре вставшая фактически хрестоматией по разведению и уходу за курами. В 1933 году он получил диплом доктора ветеринарной медицины. В 1945 году Бернгард оказался в зоопарке Франкфурта. Зоопарк сильно пострадал в годы войны. Выжили только 20 животных, и было принято решение о его закрытии. Но ученый убедил правительство начать воссоздание зоопарка. 1 мая 1945 года он стал его директором, а уже через два месяца зоосад открылся. Ученый организовал реконструкцию территории и привез новых животных со всей страны. Франкфуртский зоопарк под руководством профессора стал одним из лучших зоопарков мира. Работа в нем ведется и по сей день на научной основе, благодаря чему в нем удается содержать и разводить редкие виды животных. Именно здесь впервые удалось получить в неволе потомство от четырех видов человекообразных обезьян, и даже был оборудован специальный детский сад для выращивания брошенных самками детенышей. В течение сорока лет Гршимик являлся главой Франкфуртского зоологического общества, который занимался программами по охране окружающей среды в Германии и за рубежом. Его младший сын Михаэль пошел по стопам отца, увлекся зоологией и начал снимать научно-популярные фильмы, сопровождать отца во время его ежегодных научно-исследовательских экспедиций в Африку. Поначалу эти поездки организовывались просто с целью приобретения новых животных для зоопарка. Бернгард Гршимик так описывал начало своих поездок в Африку. В то время мы еще не задавались целью чем-то помочь, что-либо изменить или спасти. Тогда мы приезжали чему-то научиться и увидеть все своими глазами и понять. И ни один из нас тогда еще не знал, что этот континент войдет в нашу жизнь на долгие-долгие годы, а одному из нас суждено будет остаться в этой земле навсегда. Постепенно Гршимики увидели своими глазами, что уникальный животный мир Африки в опасности. Бернгард начинает помогать организовывать новые национальные парки и спасать старые от разорения. Привлекает внимание СМИ, призывая помочь африканским странам. Благодаря его и его сыну Михаэлю был сохранен один из известнейших национальных парков планеты – Серенгете. Гршимики несколько лет занимались исследованием этого района Саван. Показали бедственное состояние африканской природы из-за бесконтрольной охоты на животных. В 1958 году вышла их книга «Серенгете не должен умереть», ставшая бестселлером, и одновременный фильм «Первая документальная картина Германии, удостоенная Оскаром». «Серенгете не может умереть» был снят по мотивам книги, которая стала классическим образцом научно-популярного произведения о природе. Фильм получил «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» и стал первой немецкой картиной, удостоенной этой премии. Картина и книга послужили одной из причин расширения охраняемой области серии. Бессменным переводчиком почти всех книг «Заолога» с немецкого на русский была Евгения Александровна Гаевская, журналист и редактор, много лет дружившая с Горжимиком. Научным консультантом большинства русских переводов был также близкий друг профессор Андрей Григорьевич Банников. Благодаря этим людям книги Горжимика регулярно выходили на русском языке в Советском Союзе. Горжимик был главным редактором и автором многих статей монументальной энциклопедии «Фауны» в 13 томах, опубликованной в 1967-1975 годах и ставшей классической. Эта энциклопедия пришла на смену «Жизнь животных» классическому труду Брэма, которым пользовались и по которому учились многие поколения. Однако за 100 лет этот труд сильно устарел. Огромное количество новой информации, накопленной наукой за последнее столетие, было сложно обобщить и осмыслить. Горжимик взялся за это и справился с задачей. Материал энциклопедии был изложен в достаточно популярной и общедоступной форме. Его телепрограмма «Место для животных», посвященная вопросам охраны природы, шла на немецком телевидении 31 год и пользовалась огромным интересом у зрителей. В студии вместе с ведущим всегда находилось какое-либо животное – горилла, лиса, гепард или выдра. Это буквально завораживало публику. Горжимик скончался в 1987 году, заснув на цирковом представлении. По его завещанию он был похоронен рядом с могилой своего сына на краю кратера в Серенгете, который отец и сын изучали долгие годы. Так он писал о Серенгете в своей книге «Вечной на земле останется только природа, если мы ее бездумно не разрушим. Через 50 лет вряд ли кого-нибудь будут интересовать конференции, репортажи, о которых сегодня заполняют страницы всех газет. А вот если даже через 50 лет на утренней зыре из кустов величественно выйдет лев и огласит окрестности своим могучим рыком, у любого человека захватит дух и сильнее забьется сердце. И совершенно не важно, будет ли этот человек говорить по-английски или по-русски, на сулахилле или по-немецки. Продолжение следует...